Бениамина Джилия и Мария Чеботари Музыка Чезаро Биксио и Алоэс Мелехар Оператор Массимо Тарцано В ролях Гектор Ванни, Бениамина Джилия, Фьяма Абьяни, Мария Чеботари, Марио Питер Боссе, Гуальди Ганс Мозер и другие актеры Режиссер Кармина Галлоне Мефистофель, партитура Музыка Чеботари 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 Почему вы не идёте на поклон? Публика хочет вас видеть. Идите, идите. Что такое? Я не понимаю, почему вы всегда бегаете и нервничаете. Мне так нравится, а вы меня раздражаете. Понятно? Я нервничаю и всё. А теперь давай, поднимай. Поднимай, поднимай. Выше, выше. Выше. Ещё выше. Какой триумф. Какой триумф, моя дорогая синьора. Вы должны помочь мне удержать его здесь. Он не должен ехать в Америку. Ага, заговор с моей женой. Смотрите, я ревнив. Это может быть опасно. Я бы справился с любой опасностью, лишь бы вы не уезжали. Нужно, чтобы мы всё решили сегодня же. Если синьора согласна, мы можем скрепить наш договор отличным шипучим вином из базилики Ульди. Прекрасно. Вот Ванни. Вот он. Ванни, Ванни. Ванни. Браво, Ванни. Ванни. АПЛОДИСМЕНТЫ Мои дорогие друзья, сделайте мне маленькое одолжение. Я бы хотел использовать рот по прямому назначению. Я голоден, как волк. Ещё раз спасибо и продолжайте. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ой, это ужасно. Я не нахожу себе места. Что же делать, а? Я так возбуждён. А что случилось? Своимеешь хранить секреты? Кто я? Конечно. Понимаешь? И я тоже. Давайте поговорим откровенно. Вы склонны обновить контракт? Контракт? Да, хоть завтра. Хоть завтра? Вы серьёзно? Да. Да, но... А вот и но. Совсем маленькое условие. Условие. Сеньора, помогите мне. Жальтесь немного над директором. Видите ли, вы правильно делаете, что обращаетесь к моей жене. Не понимаю. А не лучше ли подождать мое условие, чтобы она стала Примадонной? Ну вот, он уже сказал. Уверен? Конечно. Иначе бы она не пришла сказать мне. О боже, как я беспокоюсь. Только бы не сорвалось. Господи, помоги мне. Но что такое? Что случилось? Ничего не случилось. Просто я нервничаю. Я всегда немного нервничаю. Никто и не догадывается, почему. Очень решающий момент. Ванни. Вы самый симпатичный вымогатель из всех мне известных. Дорогая сеньора. Я был бы рад. Даже больше скажу, был бы в восторге. Но как директор оперного театра, вы должны понять мои колебания. Я должен понимать, насколько объективен Этори Ванни. Поверьте, это моя лучшая ученица. Вы можете предвзято судить. То есть, любовь слепа, мой дорогой? Да, любовь иногда бывает слепа. Но вот видите, но она не бывает глуха, мой дорогой. Любезная Ванни. Я никогда не слышал, как поет ваша жена. Хорошо. Послушайте сейчас. Пожалуйста, не сейчас. Почему нет? Почему нет? Но я не могу петь сейчас. Я же не приготовилась. А я считаю, что это полностью готово. У меня даже нет аккомпаниатора. Но здесь замечательный оркестр. Послушай, Этори, я очень боюсь. Боишься, когда я с тобой? Как здесь накурено. Это очень вредно для голоса. Какой ты нежный. Дамы и господа, минутку внимания. Хочу сообщить вам, что сейчас вы услышите исключительное выступление. Но что я должна петь? Только для тебя. Спойте только для тебя. Маэстро, прошу, только для тебя. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дамы и господа, рад вам представить сеньору Фьяму Ванне Абьяни, Которая в этом году будет петь в оперном театре. Поздравляем! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Что? Какие шоколадки? Хочешь, чтобы у тебя животик разболелся? Спи сейчас же! Тихо, ребенок спит! Моя дорогая сеньора, надеюсь, вы будете рады дебютировать в роли Магдалины в Андре Шенье? Конечно, я очень рада. Подпишите! Мы ангажировали для вас непревзойденного партнера Кто это? Чизаре Доре О, это на счастье Вы знакомы? Да, немножко Сеньора, лучше и желать нельзя Дебютцы Тора Вани и Чизаре Доре Ты волнуешься? Да, очень волнуюсь Страх соперничества? А что же будет перед публикой тогда? Боюсь, что поддался эмоциям Нет, дорогая Что случилось? Во имя Бога, что случилось? Кажется, я схожу с ума Но говори же, что случилось Я подписала контракт Но это хорошо Мне дали роль Магдалина в Андре Шенье Но лучшего и желать нельзя А ты знаешь, кто играет Джерара? Чизаре Доре Чизаре Доре Чизаре Доре Но это невозможно Мой дорогой Иисус Ты не должен был этого допустить Прости, конечно, но ты сделал плохо Ты плохо сделал Но кто мог предложить тебе это? Мой муж О, Господи Если бы он мог представить только Но хотя бы этот Доре Будет знать, что ты замужем Он даже не знает, что я жива Разве ты не помнишь, как он меня бросил? Конечно, помню Этот эгоист Он бы оставил тебя, даже если б знал, что у тебя будет ребенок Как хорошо, что ты меня понимаешь Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Что же мне делать теперь? Доре не должен узнать, что Марио его сын Конечно, он не должен знать Но будь внимательна Твой муж тоже не должен знать этого? Нет, я не могу, не могу Я не удала никогда Никогда ничего не прятала Почему должна обманывать именно сейчас? Лучше во всем сознаться Нет, нет, Фьяма Ты сошла с ума Будет ужасная ситуация Он любит ребенка больше, чем родного А теперь ты хочешь открыть ему Что этот человек отец Марио И он должен будет его видеть каждую секунду в театре, на репетициях Как ты думаешь, какая жизнь начнется у него? А когда он вернется домой, к нему прибежит маленький Марио Его, Марио Ты хочешь лишить его этой радости? Но нет Что я натворила? Ты ни в чем не виновата Ты же была еще почти ребенок Ты ничего не понимала И была предоставлена сама себе Ты же не лгала ему раньше Ты же пыталась ему все рассказать А он не захотел ничего знать Спросил только одно Любишь ли ты его? Да И все это счастье будет разрушено? Бог мой, не может быть И не должно этого быть Не плачь Ну, соберись Давай, иди к своему малышу Не плачь Вытри слезы Не нужно, чтобы они видели Хорошо Мамуля Ты тоже будешь малышом Давай, споем Ты будешь джерлиной Маэстро Музыка Раз, два, три Что? Иди, что? «Лачи дам и ламанула» «Ламми дирайди си» «Веди, не лонтано» «Порти обе мило да ки» Мама, продолжай, продолжай! Ты плачешь? Почему, дорогая? Тебе, конечно, покажется это шоком, но только не злись. Прошу тебя, позволь отказаться от этого контракта. Я не могу петь эту оперу. Но, моя дорогая, сейчас это уже невозможно. Тьетто, поиграй со мной. В какую игру ты хочешь? Ты будешь конем. Буду конем? Да, очень смирным конем. Молодец. О, моя старая гримерка. Какая она красивая, кажется. Я заново родился. Луиджи, придется немного увеличить мои костюмы. Добрый день, сеньоры. Здравствуйте, сеньор Доре. Вы не пройдете, вас ждет остальная труппа. Иду, конечно. Луиджи, пожалуйста, проводите сеньора на сцену. Конечно. Прощай, малышка, потом увидимся. Луиджи, приготовьте мои костюмы, побыстрее. Да, сеньор. Мы все очень рады вас видеть снова, сеньор Доре. Конечно. Уверена, это будет новый триумф. Мы можем идти? Да. Прошу вас. Какой запах. Сцена, занавес, грим, пыль. Это запах сцены. Как долго я не дышал этим воздухом. Чувствую, как будто родился заново. Простите, но сеньора Ванни ждет. А что делает здесь сеньора Ванни? Она поет в роли Магдалены. Ах, да, поет со мной. Послушай. А она симпатичная? Вот он. Добро пожаловать, Доре. Наконец-то. Мы уже начали думать, что вы вообще не придете. Прошу. Простите, я немного опоздал. Ванни, очень рад вас видеть. Я тоже, Доре. Благодарю вас, Ванни. Яме Абиани. Моя жена. Сеньора, позвольте поцеловать вашу руку. Яма Абиани? Она будет петь с Доре? Да, она подписала контракт, сеньора. Какой радостный и неожиданный сюрприз. Ты ведь была знакома с сеньором Доре? Да, давайте начнем пробы. Итак, четвертый акт. Прошу вас. Эй, Гуальди. Здравствуйте. А, здравствуйте. Как поживаете? Хорошо. Спасибо. Что такое? Простите, вы, наверное, забыли, но мы с вами поругались. А, из-за того случая. Именно. Из-за того случая. Простите. Субтитры создавал DimaTorzok Вы что, хотите спровоцировать скандал? Скандалы? Никогда. У меня хорошая манера, Фьяма. Я ношу имя Тори Ванни, сеньор Доре. И была бы вам очень благодарна, если бы вы об этом помнили. Хорошо, сеньора. Дайте мне пройти немедленно. Фьяма, ты не могла забыть. Хочешь обращаться со мной как с врагом? Нет. Как с посторонним человеком. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok У Фьяма ребенок? Конечно, у Фьяма ребенок. Отличный мальчик. Просто чудо. И сколько? Я? Нет, он. А, ребенок? Ну, нормально весит. Сколько должны весить дети в его возрасте? Килограмм двадцать. Ну, чуть больше или меньше. Не знаю, мы его не взвешивали. Конечно, надо было взвесть, уже столько лет прошло. Пожалуйста, соблюдайте тишину. Ну, давайте помолчим, а то они репетируют. Неудобно все-таки. Хорошо, сеньоры, пока все. Следующая репетиция сегодня в три. Давай-ка попробуем другой парик. Мне кажется, подходит. Как он мне? Хорошо? Что скажешь, Рикардо? Я хотел бы, чтобы парик был немного поуже. Как ты смотришь? Да, лобную часть можно немножко сузить. Хорошо, сделай это. Чезар, я должна тебе кое-что сказать. Представляю. Скажи мне. О чем ты говорил с Фьямой? Дорогая, прошу, избавь меня от своей необоснованной ревности. О чем ты с ней говорил? Ни о чем. Не верю. Веришь или не веришь, мне абсолютно все равно. Пойдите. Сеньор Доре, приготовьтесь к общей репетиции. Сейчас иду. Так, значит, опять начинаешь свои старые истории. Как ты вел себя во время репетиции? Это недостойно. Ты даже не стыдишься своей измены мне с Фьямой. Но сейчас это бесполезно. Ты ничего от Фьямы не получишь. Фьяма обожает своего мужа, и она счастлива с его ребенком. Войдите. Вот. Теперь вам точно подойдет. Надеюсь. Давайте проверим. Проверим. Ну-ка. Вторник. Андре Шенье. Репетиция в костюмах. Подписывайтесь на наш канал. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАНСКОМ ЯЗЫКЕ 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 «Спасибо, Гоальди, не важно» «Ситор Доре уже здесь» «У меня впечатление, что вы не хотели меня принимать» «Именно так» «Я нарушил ваш покой» «Мой муж на репетиции, ситор Доре» «Я знаю, знаю» «Бал Маскарад» Я тоже должен быть там. Но предпочел нанести визит вам. Могу я присесть? Вы с ума сошли. Что у вас с головой? Почему вы позволили войти незнакомцу в комнату сеньоры? Но он сказал, что пришел на репетицию, что сеньора его ожидает. Ожидает, ну и что? Я подумал, что можно впустить. Что вы подумали? Да, это глупость с моей стороны. Причем большая глупость. Идите. Послушай, ее, наверное, уронили в детстве. Тихо. Больше такого не говори. Да, он сказал мне, что пошел на репетицию Бала Маскарада. Он даже взял с собой партитуру. Мы уже час ждем его и не знаем, где он. Нет? Даже не знаю, что вам сказать. Мне нравится смотреть на тебя молча. Что вы хотите от меня, сеньор Доре? Чтобы ты вернулась ко мне? Фьянма. Когда шесть лет назад вы меня бросили, я решила покончить с собой вот этим оружием. И только Гуальди меня остановил. Бог ему зачтет. Сейчас я должна защитить нечто большее, чем моя жизнь. Мою семью. И меня ничто не остановит. Мама. Мама. Я позвонил Джузеппе. Папа скоро будет дома. Он слет нам много поцелуев. Так сказал Джузеппе. Хорошо, мой маленький. Спасибо. Привет, малыш. Проказник, как тебя зовут? Марио Ванни. Марио Ванни. Иди, малыш. Иди найди Гуальди, скорее. Оставьте его тут. Он отличный малыш. И прекрасно развит для своего возраста. Вы же слышали, с минуты на минуту мой муж будет дома. Прошу вас уйти. Уходите. Хорошо, я уйду, моя дорогая. До встречи, проказник. Не очень-то ты любезен. У него ваш характер, сеньора. Не правда ли? До встречи. Давай за ним. Поехали. Скажи мне, дорогая, Доре был здесь? Доре? Нет, нет. Такой странный вопрос. Странный вопрос? Мне показалось, что я видел его машину. Он не пришел на репетицию. Не пришел на репетицию? Но хотя бы позвонил? Извинился? Это действительно невероятно. Мне он казался очень воспитанным. Яма, почему ты врешь? Эторе, можешь выслушать меня спокойно? Я всегда спокоен. Ты прекрасно знаешь, что за мужчина этот Доре. Не пропускает ни одну женщину. Он и ко мне приставал. Он приставал ко мне во время репетиции. Я даже хотела с тобой поговорить, но потом подумала, что не стоит этого делать. Ты не веришь мне? Я люблю только тебя, Эторе. Приветствия от сеньора Ванни. А вот сценарий, который вы забыли у него дома. Еще, еще. С этим телефоном нельзя спокойно позаниматься. Да, сеньора Ванни у телефона. А это Чезаро Доре. Значит, твой муж знает, что я был у тебя. А остальное он тоже знает? Нет? Значит, узнает. А что случилось с Гуальди? Она выбежала на улицу. Кто? Мама. Она выбежала на улицу так быстро, даже не поцеловала меня. Она никогда так не поступала. Сеньор Доре в театре? Да, сеньор, он в буфете. Сеньор Доре. Очень польщен вашим визитом. Присядьте. Два вермута. Надеюсь, что плохо поняла вас по телефону. Что значит не поняли? Вы хотите сказать моему мужу, что я однажды... О, о, этого можно избежать. Достаточно только, чтобы ты была нежна со мной, как однажды. Но вы вынуждаете меня осознаться ему во всем. Ваш вермут. За твое здоровье. Это вымогательство. Шантаж. Возможно. Может, хочешь отказаться от меня? Не пойдет, дорогая. Конечно, как хочешь, дорогая. Но, боюсь, твоему мужу будет неприятно узнать, что я отец его ребенка. И ты все знал? Знал, что ребенок твой? Сеньор Доре, ваш выход. Прошу меня простить, сеньора. Все на сцену. Скорее. Поторопитесь, ну. Что случилось? Вы себя плохо чувствуете? Вы нервничаете? Ничего, в полность все пройдет. Да. Все закончится. Продолжение следует... Мамочка, спи, спи, мой малыш. А ты не поцелуешь меня, когда вернешься из театра? Конечно, милый. А ты споешь мне нашу колыбельную песню? Я ее очень люблю. Конечно, сокровище мое. Но сейчас маме надо идти. Спи, любовь моя. И не волнуйся, все будет хорошо. Я буду держать за тебя кулаки, мама. Спасибо, малыш. А теперь спи. Спи, спи. До встречи, мамочка. Ни пуха, ни пера. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Восторг на лицах У тебя был колоссальный успех Я сначала посмотрел в портере Потом на балконе А потом в портере возле сцены Везде только восторг По всему залу Ты устала? Прости меня, Гуальди Оставь меня одну Конечно, я оставлю тебя сейчас Нервничаешь? Волнуешься? Это естественно Отдыхай, отдыхай До встречи Поспи немножко Пока Пока Браво! Исполнение великолепное. Это Даре. Нужно также поблагодарить Ванни за его участие. Но только на один сезон. С таким успехом? И вы думаете, я дам ему уйти? Хотите оставить его на второй сезон? Конечно. И со сеньором Ванни и Фьямой Авьяни? Разве можно представить лучший союз? Сеньор Даре уже подписал контракт на три года. Понравилось, моя дорогая? Ты рада за мужа? Нам нужно поговорить. И не говори мне, что у тебя нет времени. Для меня у тебя никогда нет времени, но сейчас мы поговорим с тобой. Хочу напомнить тебе, дорогая, что сейчас середина спектакля. И скоро мне нужно будет петь самую сложную арию. Минуты хватит. О, мои нервы. Луиджи, оставь нас одних. Конечно, сеньор Даре. Пожалуйста. Можешь говорить. Это правда, что ты подписал контракт на три года? Да, я подписал. И ничего мне не сказал. Ну, прости. Ты что, моя пикунша? Закончим с этой глупостью. Я запрещаю меня оскорблять. Ты не можешь мне запрещать. А вот я напротив. Запрещаю тебе устраивать мне эти сцены. С одной только целью. Разрушить меня. Да, сеньора, ты именно хочешь меня разрушить. Уничтожить мою карьеру артиста. Как ты это делал уже однажды? Своей невыносимой ревностью. Я уже посидел от этих семейных сцен. Мои семейные сцены? Так значит, к ванне ты не ходил. Из фьямы объяння ты не виделся. Ага. Так ты еще и шпионишь. Нет необходимости шпионить. Ты открыто мне изменяешь. Знаешь, кто ты? Ты эгоист. Это так жестоко. Хватит, хватит. Хватит, я тоже устала. Лучше положить конец. Пожалуйста, пожалуйста. Можешь идти к дьяволу. Значит, ты отказываешься. Выгоняешь меня. Нет. Нет, нет. Это так не закончится. Уверяю тебя. Яма не должна думать, что может выиграть у меня. Только попробуй, только попробуй. Скажешь хоть одно слово в Яме. Я скажу то, что хочу. И никто не сможет меня остановить. Рикардо. Рикардо, не делай глупостей. Рикардо. 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 Рикардо Бьянка Фьяма Вы хорошо сделали, что пришли Мне нужно с вами поговорить Рикардо, приходила к тебе? Нет Хорошо Я расскажу, что произошло Все кончено между ней и мной Из-за тебя, Фьяма Потому что ты нужна мне Я больше не могу без тебя Повторяю вам, что у меня есть муж И ничто в мире не сможет меня отдалить от него Ты не можешь так поступить со мной, Фьяма Кто это? Это я, Бьянка Сейчас иду Хорошо А Бьяне готова? Не знаю Она закрылась изнутри Дайте мне пройти Я не собираюсь Сеньора, скоро ваша сцена Да, я тут Можешь говорить мне все, что хочешь Но ты никогда не будешь отрицать Что ты принадлежишь мне, Фьяма Немедленно выйдите из моей гримёрки Вы решили меня скомпрометировать О, Фьяма Фьяма Выходите немедленно Не прикасайтесь ко мне Что происходит? Неважно Что вы здесь делаете? Идите, идите Вперёд, давайте Сеньора, ваша очередь на сцену Идите, пошевеливайтесь Что столкнулись здесь? Сеньора, скорее Сразу на сцену Уже опаздываем Сеньора, Вайни вас ждут Вы забыли фату, сеньора Фьяма Где ты была? Сеньора, Вайни вас ждут 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 Теперь зовите Доре Скоро его выход Сеньора, Вайни вас ждут 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 Субтитры создавал DimaTorzok Я не нашел Дорре, сеньор? Иди, поищи его в буфете В гримёрке его тоже нет. Куда он мог деться? Дорре! Дорре! Дорре здесь? Простите. Дорре! Вы видели Дорре? Дорре! Куда он делся? Дорре! Дорре был здесь? Дорре! 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 Дорре Выход Дуре. Последние четыре такта. Дамы и господа, к глубочайшему сожалению, мы вынуждены прервать спектакль. Чезаре Дуре неожиданно скончался. КОНЕЦ Трагическое событие произошло сегодня вечером в оперном театре, во время премьеры Бала Маскарада. Известный певец Чезаре Дуре ближе к концу спектакля был найден убитым. По предварительным данным, полиция арестовала певицу Фьяму Абьяни. Убитый был найден в ее гримерке и убит ее пистолетом. Мне кажется, это невозможно. У нее не было никакого мотива. Может, и был. О чем ты говоришь? Меня мучает совесть. Она хотела вам во всем сознаться. Но я переубедил ее. Но сейчас вы должны знать об этом. Когда-то он любил ее. Потом бросил. А потом появился Марио. А потом, когда он снова увидел ее, он не оставлял ее в покое ни днем, ни ночью. Преследовал ее, мучил. А когда узнал, что Марио, его сын, поставил ей условия. И, может быть, это вызвало ее отчаянный поступок. Не хотите пожелать спокойной ночи ребенку? Нет, не хочу больше его видеть. Как вы можете такое говорить? Вы не должны так думать. Если бы это слышала сейчас Фьяма, или наш Марио. Вот, вы опять переехали поздно. А где мама? Мама? Да, где она? Мама. Она нашла друзей. И поехала немного отдохнуть у моря. На несколько дней. Но она шлет тебе много-много поцелуев. И ты разрешил ей уехать? Ты плохо сделал, папа. Ты не должен был разрешать ей уезжать. Когда она теперь вернется? Думаю, через несколько дней. Совсем скоро. Все, все. Давай, скорее в постель. Вот так. Спи. Нужно спать. Я хочу, чтобы мама вернулась. Она обещала спеть неколыбельную. А теперь... Субтитры сделал DimaTorzok 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 И он говорит, что не хочет видеть его. К вам посетитель, сеньора. Ваш муж. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Конечно. Наверняка есть кто-то, кто мог бы знать это. Нужно поговорить с сеньорой Доре. Может, Рикардо? Алло. Можно поговорить с сеньорой Доре? Что? Как? В больнице? В плохом состоянии? Сильно пострадала? Да. Жизнь под угрозой. Вот это да. Спасибо. Нужно бежать в больницу. Нет, ты останься с Марио. Я поеду. Отлично, понимаю ваше беспокойство, сеньор Ванни. Но сеньора Доре пострадала настолько сильно, что боимся нет надежды. Сейчас я нельзя задавать никаких вопросов. Но речь идет о спасении моей жены, профессор. Только один вопрос. Только одно слово. Это невозможно, сеньор Ванни. Сеньора Доре все еще без сознания. Даже если она придет в сознание, ей придется избегать каких-либо эмоций. Даже маленькое беспокойство может привести к фатальному исходу. Сколько еще времени до возвращения мамы? Она что, еще не отдохнула? Я не понимаю. На ее месте я не смогу быть так долго вдалеке от своего сына. Давай, твоя очередь. Нет. Почему? Не хочу. Может, поиграем в черного дьявола? Нет, ты много подыгрываешь. Что? Я подыгрываю? Да, ты подыгрываешь. Чтобы я выиграл. Думаешь, я так глупый, я этого не понимаю? Расследование убийства певца Доре вчера было закрыто. После этого начнется обвинительный процесс против певицы. Папа, письмо от мамы? Нет, Марио. Марио, куда ты идешь? Пойду к Джузеппе. Помогу ему помыть машину. Если она вскоре не вернется, малыш просто заболеет. Я больше не знаю, что предпринять. Вы смогли поговорить с сеньорой Доре? Нет, доктор не разрешил. Все против нее. Угнетающие свидетельства. Помощник режиссера, бутафор, девушка. Та, блондинка из балета. Все. Но не будем отчаиваться. Не надо. В конце концов, процесс еще не начался. Если бы сеньора Доре смогла заговорить, тогда бы стало ясно. Может быть, эта умирающая женщина знает многое. Очень многое. Кто знает? Может, она могла бы ее спасти. Неужели ничего нельзя сделать? Я пойду к врачу и попробую с ней поговорить. Мамочка, я устал тебя ждать. И если ты сразу же не приедешь, я съем много шоколадок. И у меня разболится живот. Тогда ты уж точно вернешься. О, адвокат. Есть новости? Кое-что вам понравится. Но сначала вы должны пообещать мне не беспокоиться. Ваш малыш, он страдает без вас. И врач хотел бы, что Марио заболел? Нет, не беспокойтесь. Он не болен. Мальчик чувствует себя хорошо. Он только очень скучает по своей маме. Поэтому врач посоветовал, чтобы вы с ним поговорили один раз по телефону. Хотя бы, чтобы успокоить его немного. Но как я смогу поговорить с ним? Вы сможете, сеньора. Я смог получить разрешение. Вы сейчас поговорите по телефону со своим ребенком. Идемте. Что? Хм. Что? Как уmosло! Два. Конечно. Потом, денежка. Телефонная связь, пожалуйста. Мы ждём уже так долго, но почему она ещё не позвонила? Алло, мама? Но это вовсе не мама. Там голос мужчины. Синьор Ивань, не ваш сын у телефона. Алло, Марио? Сокровище. Мамуля, это всё-таки мама. Как ты, мамочка? Спасибо, спасибо, мой малыш. У меня всё хорошо, дорогой. Ты достаточно отдохнула, мама? Тогда почему ты не возвращаешься домой? Мой. Мой маленький. Нужно, чтобы я отдохнул ещё немного. Знаешь, здесь все меня очень любят. А здесь есть мы, которые тебя тоже очень любим. Возвращайся. Мы ждём тебя, мамочка. Ещё несколько дней, мой дорогой. Понимаешь? Я не могу оставить моих друзей. Они плохо поймут. Это нехорошо. А место, где ты находишься, очень красивое? Да, дорогой, прекрасное. Видно море. Большие горы. И много-много цветущих садов. А утром у меня будет солнышко. Ты же знаешь, как это. Когда лучик попадает в нос. И от этого хочется чихать. Мамочка, расскажи ещё. Там, где ты, много людей? Да, к сожалению, очень много. Но я почти ни с кем не разговариваю. Я почти всегда одна, понимаешь? Мама, а что ты делаешь, когда оставишься одна? Может быть, поёшь? Нет, здесь никогда не поют. Мама, прошу тебя, спой что-нибудь. Сейчас? Но я не могу. Пожалуйста, только кусочек из нашей колыбельной. Нет, сокровища, не могу. Но всего лишь кусочек, маленький. Я уже давно не слышал, как ты поёшь. Хорошо. Но только тихо-тихо. Хорошо, мамочка, тихо-тихо. Начинай. Ты плачешь, мама? Ну, что ты говоришь? Я не плачу. Тогда я рад. Значит, мне показалось. Нет, нет. До скорого, моё сокровище. Поцелуй меня. Я тебя целую тоже. До встречи, мамочка. Возвращайся скорее. Как только смогу, любовь моя. Как только смогу. Здравствуйте. Гуальди. Матезо. Синьер Ваня просил извинить меня. Он очень занят. Очень печальная ситуация с концертом матерям. Где он должен был петь? Нет, нет, это невозможно. Простите, но мне кажется, синьер Ваня принял предложение месяц назад. Месяц назад. Но за месяц произошло много событий. Да, да, я знаю. Знаете, и всё-таки вы хотите, чтобы он дал концерт? Пока его жена... Простите, но речь не идёт об обычных концертах. Это благотворительная опера. Концерт будет транслироваться там, где люди страдают. В больницах, в тюрьмах. Понимаю, но это невозможно. Простите, синьер Ваня. Вы помните о своём обещании? Да, конечно. Я буду петь. Но как это? Вы хотите петь? Да, это мой долг. Очень вам благодарен, синьер Ваня. Прошу прощения. Всего доброго. Прошу прощения. По желанию тенора Этори Ванни, концерт не будет проводиться в зале филармонии. Он состоится в церкви женской тюрьмы. Ходите послушать концерт, синьера Доре. Я могла бы включить радио. Я оставлю двери открытыми. Как вы будете чувствовать себя менее одиноко? Прошу вас, синьер профессор. Вы должны разрешить мне поговорить с синьерой Доре. Дорогой синьер Гуарди, я уже говорил много раз. И вам, и синьеру Ванне. Настаивать бесполезно. Улучшение, которого мы ожидали, не произошло. Состояние бедной синьеры ухудшилось настолько, что с минуты на минуту мы ее потеряем. Понимаете? О мой бог, что же делать? Тогда нужно немедленно поговорить с ней. Поверьте, мы не хотим мучить эту несчастную больную. Но она единственный человек, который может помочь нам. Дорогой синьер Гуарди, с момента ее прихода в сознание она не сказала ни слова. И вы надеетесь получить то, что нам, медикам, не удалось? Так значит, синьеру Ванне приговорят за преступление, которого она не совершала. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Что такое? Синьор Адаре хочет видеть вас. Синьор профессор. Синьор профессор. Что случилось? Я хочу сказать. Яма невиновна. Это я убил Адаре. Только я. Синьор профессор. Ней сонни, твой роза. Сорриди, кофи. Сорриди, олла твуа мамма мое. Эке сэмпре бейлеро. Рикардо Адаре во всем созналась. Это она убила своего мужа. Рикардо. 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 Мама. Рикардо. Теперь мы будем постоянно следить, чтобы мама никуда не уезжала. Никогда.